Здравствуйте, мои дорогие, любимые, самые прекрасные, самые замечательные слушатели подкаста. И сегодня у нас первый выпуск в новом 2022 году. И пользуясь случаем, хочу каждого из вас поздравить с наступившим Новым Годом. Этот год очень важный для нас всех. Да, мы много говорили с вами о том, что сейчас всё человечество перешло в новую эру, в новую эру любви, в новую эру четвёртого измерения. Я вам желаю в этом году обрести ту самую настоящую любовь. Любовь к себе, любовь к вашим близким, любовь ко всему миру, любовь ко всем людям, любовь ко всем женщинам и мужчинам, любовь к нашей планете, любовь внутри вашего сердца. Это когда огромное количество лучей, потоков любви может каждый день излучаться из вашего великого, невероятного сердца. С Новым Годом вас! И сегодня мой подкаст будет о смысле жизни. Сегодня мы с вами поговорим о том, в чём же всё-таки смысл жизни. Хочу поделиться с вами своими мыслями и теми учениями, которые сейчас есть в мире. Итак, в чём же смысл жизни? Семь конкретных идей по поводу смысла жизни. Полетели! Смысл жизни у нас ассоциируется с нашей миссией. Моя миссия. В чём же моя миссия? Итак, давайте поговорим о том, в чём же миссия человека. И я как расстановщик, расстановщик, который работает во всех личностях, это то, что происходит в нашей жизни, на уровне наших родителей, на уровне родовой системы, кармической, на уровне вселенской системы. Так или иначе, буду говорить, что миссия, смысл жизни, предназначение, она так или иначе пересекается с понятием души. Душа и лимонада, как мы говорим, она имеет бесконечную жизнь. Душа никогда не умирает. Наша душа, она просто перерождается и попадает в новые условия. Я люблю сравнивать нашу миссию с так называемой игрой. Каждый раз, когда мы вступаем в новую жизнь, наша душа выбирает новую аватарку, новое тело, новую страну, новый город, новую семью, новый род и проживает это. Так в чём же смысл этой жизни? Это бесконечная жизнь, которая как будто ограничена одной. И здесь есть много разных теорий. Одна из теорий называется так называемым словом гедонизм. Слово гедонизм — это одно из самых таких древних учений, которое было описано как понимание смысла жизни. Здесь важно говорить, что, по-моему, это слово ввёл в обиход сам Сократ. И он говорил о том, что смысл жизни человека заключён в том, чтобы человек в течение жизни мог получать удовольствие, удовольствие, которое является высшим благом. И многие из нас живут и постоянно думают о том, что они хотели бы получить удовольствие. По сути, в нашей миссии и предназначении нами это и движет. Постоянное желание получить удовольствие. И здесь хочется, чтобы мы всё-таки соединились с тем, чтобы мы не думали только о физиологических потребностях. Покушать, получить оргазм, наука, искусство или прочее. Удовольствие как истинный смысл жизни является одной из истинной, так называемой, единственной настоящей ценностью. Очень часто бывает так, когда мы действительно единственное, за чем стремимся, это за так называемым удовольствием. И тогда даже, когда мы получаем то самое удовольствие, мы снова и снова за этим удовольствием бежим, как ослики за морковкой. И вот гедонисты, они много говорят о том, что единственный смысл жизни – это получать удовольствие. Это одна из теорий, которая действительно имеет место быть, которую действительно можно брать и применять в своей жизни. Только не забывать, что удовольствие, оно может быть прямо здесь и сейчас. И вот сейчас, слушая подкаст, вы можете остановиться и попробовать осознать, что вы уже можете в этой точке получать удовольствие. Получать удовольствие от того, на каком, не знаю, диване вы сидите, какое у вас прекрасное тело, какие на ощупь ваши волосы, какая вкусная еда у нас, еда, которой не было ни у кого из наших предыдущих поколений, из наших предыдущих кармических связей. И тогда вы начнете немного по-другому ощущать свою жизнь. Второе, так называемое учение, которое есть и которое мы часто тоже применяем в своей жизни, это так называемый принцип жертвоприношения или принцип самопожертвования. Я, как человек, который долго занимается изучением человеческого мозга, изучением бессознательного, хочу сказать, что многие из нас часто попадают в это состояние, так называемого жертвоприношения другим людям, и это становится единственным смыслом жизни. Здесь у нас базовые истории, это, конечно, наше воспитание, когда мы должны были обязательно приносить себя в жертву, чтобы быть хорошими, мы должны были все время чем-то жертвовать ради других людей. И очень часто, когда мы попадаем в это состояние так называемого самоприношения себя в жертву, мы отказываемся от какой-то личной выгоды, мы начинаем служить людям и служить чему-то большему. Да, это соединено со смыслом жизни, соединено с миссией. И часто, когда я прошу вас написать, в чём смысл вашей жизни, в чём ваша миссия, в чём ваше предназначение, многие начинают фразу «я хочу в мир нести свет, любовь и прочее». Да, это очень хорошо, когда мы можем это сделать, но в базе своей важно понимать, что мы не можем принести себя в жертву, когда мы сами не наполнены. Это неправильно приносить себя в жертву из-за недостаточности. Скорее, здесь будет правильный подход, когда мы сами наполнены, у нас остаётся излишек энергии, и мы этим излишком начинаем делиться с другими людьми. Здесь, конечно, особенно у христианского эгрегора, у тех, кто соединён с так называемым Иисусом, и завтра у нас как раз-таки самый светлый праздник, и Иисус, тот Бог, который принёс себя в жертву, и мы действительно раз за разом любим попадать в эту программу, любим приносить себя в жертву. Но здесь важно понимать, это ни в коем случае в базе не соединено с миссией. Да, у нас есть миссия нести в мир свет, любовь, но мы можем нести свет, любовь только из-за сбытка. Когда мы начинаем нести свет, любовь и отдавать себя в самопожертвование из недостатка, мы раз за разом убиваем себя. Поэтому здесь, конечно, нужно работать с темой любви к себе, принятием себя, и всё-таки уходить от миссии самоприношения себя в жертву. Следующее, о чём я хотела поговорить, это оно очень перекликается с первым пунктом, когда мы говорили о том, что человек живёт в удовольствии, так называемый гедонизм. Есть ещё дополнительное направление здесь, оно называется на научном языке эвдемонизм. Оно связано также с удовольствием, его ввёл в понятие сам Аристотель, но между этими двумя понятиями есть колоссальная разница. Она заключается вот в чём, что если в первом случае мы живём на этой земле ради удовольствия, то в случае эвдемонизма мы живём для того, чтобы жить в полном и абсолютном счастье, которое находится намного выше человеческого удовольствия. Вот это учение, оно больше основано на духовных вещах, и если мы говорим про чакры, то это уже соединение с пятой, шестой и седьмой чакрой. Да, это как основная и главная цель в этом учении является наша бесконечная цепочка перерождений. Наша бесконечная цепочка перерождений, когда мы перестаём бояться смерти, и действительно живём на этой планете ради абсолютного счастья, и создаём это счастье для себя и для других людей. Это так называемое просветление. Оно, знаете, здесь связано с историей, когда мы говорим, что душа важнее тела, когда мы говорим, что мы расширяемся, и что мы от этого живём в великом счастье, когда мы начинаем благодарить за то, что мы вообще воплотились на этой земле, и что мы можем двигаться дальше и, так скажем, просветляться и просветлять других людей. Следующее, я опять сбилась, четвёртое, да, по-моему, четвёртое направление смысла жизни, оно называется утилитаризм. И суть этого подхода лежит в том, что на протяжении жизни нам необходимо извлекать из всего какую-то конкретную пользу. И эта польза, она не обязательно должна приносить людям счастье или удовольствие, как в первом и третьем случае. Вот эта вот польза, она должна, так скажем, развивать нас, она должна приносить пользу миру, она должна приносить пользу другим людям. Есть такая пословица, когда мы говорим, что нужно относиться к другим так же, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. То есть это история, когда мы говорим, что всё на этой планете сводится к извлечению конкретной пользы из конкретных событий жизни. Это когда мы берём уроки, когда мы получаем развитие и берём из этого пользу. Да, эта польза не всегда будет соединена с так называемым открытым сердцем, любовью и прочими-прочими вещами, но она однозначно связана с конкретными вещами, которые дают полезные действия в нашем мире. Да, идём дальше. Так называемое сложное слово, но обязательно я хочу об этом поговорить, это экзистенциализм. Это такое течение, которое говорит о том, что смысл жизни или миссия человека, она сводится к познанию собственной сущности, которая определяет наше времяпровождение на этой планете. Это такое понятие, когда мы говорим, что жизнь человека — это конкретный проект, ну, можно сказать, как бизнес, или вот, знаете, как вы платье шьёте, или картину рисуете, вы хотите, чтобы она была идеальной. И тогда мы говорим, что наша жизнь — это такой конкретный проект, который необходимо завершить. Я сразу здесь скажу, что завершить наш проект не получится никогда. Это такое базовое стремление к идеализации себя, это такое базовое стремление к постоянному улучшению себя и своего конкретно кармического воплощения. И здесь важно понимать, что мы на протяжении жизни сталкиваемся с абсолютно разным опытом нашей жизни. Мы сталкиваемся с состоянием, что жизнь какая-то абсурдная, не знаю, свободная, счастливая, удовлетворённая, что мы извлекаем из неё пользу и прочее, прочее. То есть, в принципе, этот подход можно объединить со всеми остальными подходами. И мы начинаем всё время идеализировать, то есть заниматься, по сути, перфекционизмом, то есть постоянно предъявлять к себе новые-новые-новые задачи и цели. И в какой-то момент мы здесь начинаем понимать, что достичь этого совершенства так или иначе не получится. И тогда у нас как будто смысл жизни теряется. И здесь вот тех людей, которые так этим глубоко занимаются, часто возникают различные депрессии на тему «Вот, у меня что-то не получилось, не получилось похудеть, не получилось продать марафоны на 10 тысяч человек», например, или что там «Не получилось провести эфир» или прочее, прочее. И нас это очень часто загоняет в депрессию. И здесь очень важно с точки зрения экзистенциализма, экзистенциализма, вот так правильно, чётко понять, что наша жизнь, она будет бесконечной, и мы многое сможем достичь в этой жизни, но будет следующее, и мы там это можем всё доработать. Глобально можно понять, что смысл жизни в обретении недостижимое, недостижимому. Потому что, знаете, мы сегодня были с Макаром на спектакле, и там тоже говорилось, что наша Вселенная, наша Галактика, она бесконечная. Я вам с точки зрения расстановщика скажу, я много изучаю, много смотрю, я понимаю, что чем дальше я захожу в тех же самых расстановках, я вижу, насколько нескончаемая наша Вселенная. И ты вроде уже и родовой уровень, и кармический, и вселенский, и уже до Бога дошёл, и дальше, и до инопланетного уровня ты смотришь, что там ещё много-много-много-много всего. Поэтому я здесь веду к чему? К тому, что бесполезно депрессничать, депрессничать, или как правильно сказать, в общем, я не знаю, уходить в депрессию, наверное, так, и думать, что у нас что-то не получается. Это бесконечный путь, и там нет, там нет конца. И тогда можно понять, что смысл жизни, он бесконечный. И сейчас я, пожалуй, скажу самое главное. Тогда можно понять, что глобально этого смысла жизни не существует. И мы можем принимать это, а можем не принимать. но в этом есть тоже суть. Да, идём дальше. И есть так называемый подход, который называется прагматизм, и само слово говорит за себя. Да, здесь важно понимать, что часто мы попадаем в эту миссию, часто бессознательно. Я вам скажу, что 90% людей на нашей планете живут из этого прагматизма. Это так называемая миссия личной выгоды человека. Это когда человек живёт только из личной выгоды, и единственный смысл его жизни — это нажива. Но я здесь часто говорю, не забывайте, что в момент, когда вы умрёте, вы не заберёте с собой ничего. Я здесь часто говорю, чтобы мы не забывали, что здесь нет ничего нашего. Мы пришли сюда как гости. Мы пришли сюда воспользоваться теми историями, которые есть вокруг. Это как, знаете, приехать в пятизвёздочный отель в Турции, где всё включено. Но когда-нибудь мы всё равно уедем с этого курорта. И здесь очень важно это осознавать. И здесь важно понимать, что этот подход прагматизма и личной выгоды, он глобально приводит нас только к нервам, только к раздражению, только опять к очередной морковке, до которой мы всё время тянемся. Но по сути, когда закрывается крышка гроба, мы остаёмся ни с чем. Я, кстати, об этом говорю. У нас есть крутая медитация в марафоне «Люблю себя» на эту тему. Когда-нибудь всё равно закроется эта крышка гроба, и всё это нажитое, оно всё равно останется здесь, на этой планете. Всё равно вы приехали в классный отель, где у вас всё включено, и вы можете пользоваться всем. Да, и здесь это тоже важно понимать. И, пожалуй, седьмое. Я скажу, что смысл жизни, я так объединю это всё. То, что идёт от меня, я скажу так глобально, что я много изучала эту тему, но базовый смысл жизни, и я надеюсь, вы сейчас пройдёте в это. Получается такой достаточно глубокий подкаст, но я хочу, чтобы вы попробовали это прочувствовать, как я говорила в начале подкаста. Единственный смысл жизни — это просто игра. Глобально никакого смысла нет вообще по сути. Единственный смысл жизни — это игра, игра, в которой тебе должно быть интересно, игра, от которой у тебя горят глаза, игра, где тебе хорошо и весело жить. Единственный смысл жизни — это проживать её, понимая, что ты здесь, взаимодействуя с другими людьми, играешь. Играешь в свою интересную игру. И когда ты, когда ты пришёл на эту планету, ты сам выбрал себе своё тело, сам выбрал себе окружение. По сути, если вы пройдёте дальше, вы поймёте, что ты сам написал себе эту игру. И единственный смысл получать от этого — опыт, удовольствие, наслаждение, счастье, развитие, духовный путь и, так или иначе, какую-то выгоду. То есть, подытоживая, все учения могут объединиться в одно, в одно, которое будет давать тебе возможность жить, жить на этой планете, убирать депрессию, убирать нервозность, понимая, что когда-нибудь ты примешь решение играть в новую игру, перезагрузишься и придёшь сюда в новом теле, в новое время и за новым опытом. Но, скорее всего, ты больше никогда не сможешь поиграть в тех условиях, в которых ты сейчас. А это, пожалуй, лучшие условия из всего нашего опыта. Поэтому любите свою жизнь, благодарите своё тело за то, что оно помогает вам играть в эту жизнь. Благодарите своё окружение за то, что оно играет вместе с вами. Благодарите вашу страну, вашу планету, вашу галактику. Я желаю вам прекрасной игры. Я бесконечно вас люблю и благодарю вас всех, что вы позволяете мне играть с вами в эту игру и в эту жизнь. Цените это. Ну что, с вами была ваша Юлия Ходорцева. Я уверена, что вам есть о чём подумать. Есть о чём подумать накануне Рождества. Завтра Рождество, и я желаю вам проживать свою жизнь в удовольствии. Посмотрите сейчас, как играют другие люди, как они играют виртуозно в свою игру и в свою жизнь. Как они легче относятся к этому. Попробуйте так же. И 17 января у меня будет новый марафон, который называется «Моя миссия». Я вас всех на нём жду. Будем всё это обсуждать, обо всём этом говорить. в марафон, на котором я вместе с вами хочу пройти в состояние, где мы будем чётко понимать, зачем мы живём здесь. Мы будем работать с личностными, родовыми, кармическими, инопланетными, вселенскими историями. Брать оттуда ресурс, вспоминать, какие мы были там. и будем понимать, зачем мы здесь и зачем мы выбрали эту игру. С вами была ваша Юлия Ходарцева. Уверена, надеюсь, что вам зашёл этот подкаст. Да, он непростой, можете послушать его ещё раз. Конечно же, поставьте мне звёздочки в подкастах, напишите мне в директ, в инстаграме, зашёл ли он вам, не зашёл. Поделитесь с друзьями. Бесконечно вас люблю. Благодарю и с наступающим Рождеством и с наступившим 2022 годом.